Ну, как обычно, это бывает. В самый неподходящий момент возникли технические проблемы с боем у нас с интернетом. Но, в любом случае, вторая половина матча будет записана и уже сегодня вечером выложена. На сайтах, на Лиге любителей бильярда, на бильярд Харьков, на бильярд.news.com.ua. И начинается у нас 10-я партия. Антон Калашников на разбое. И это просто, я вам скажу, потрясающе. Пятый разбой Антона и пятый раз шар в лузе. Дед, тише, пожалуйста. Напомню, в первой половине встречи Антон забил 4 раз в бою из 4-х. Олег не одного из 5-ти. И именно это во многом определило серьезный перевес Антона Калашникова. Впрочем, этот перевес мог составить еще больше, если бы не выпустил победу в последней перед перерывом партии Антон. Когда забил 6-ки я и промахнулся на седьмом. Ну а сейчас забивает с раз боя, продолжает делать отличный выход. Напомню, что один раз удалось с Антону Калашникову забить 8 шаров непосредственно с раз боя. Сейчас уже 3 шара. 3 шара, 4 шара, 5 шаров. 6 шаров. Ну просто, конечно, сегодня разбой у Калашникова. Это грозная, очень грозная сила. И мы сейчас являемся с вами свидетелями второй партии. Сыгранный напрямую с раз боя 7-3. И Антон Калашников упрочивает свое лидерство. Отрыв второй раз в этой встрече достигает 4-х партий. Напомню, что Антон Калашников лидер рейтинга Харьковской области. Олег Галушка находится в этом рейтинге на 3-м месте в предыдущих двух чемпионатах по динамичной и комбинированной пирамидах. Антон два раза был вторым. Прошу прощения, два раза был третьим. И вот сейчас очень близо к тому, чтобы стать таки чемпионом области. И как же не идет разбой у Олега. Постоянно одно и то же. Разбой направо от нас, налево от себя. И очень много не попадает в короткий борт. Бьется биток. Пять разбоев ни одного забитого шара. В то время как у Антона Калашникова пять разбоев, пять сыгранных. И после промаха Олега получает прекрасную возможность для серьезной атаки. Антон. Но промахивается. Промахивается на двух шарах. Ну, я думаю, вы все понимаете, что при таком счете, при таком развитии событий, для Олега Галушка, каждый удар, как решающий. Каждый выход к столу должен завершаться серией по возможности большой. Отпускать соперника дальше уже практически невозможно. Отпускать соперника. Продолжение следует... Спасибо. 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 И наблюдаем за тем, как Олег Галушка проводит серию. Семь шаров уже у Олега. Сейчас был очень такой техничный классный удар. Но восьмого шара нет. Восьмого шара нет, Олег отыгрывается. 1-7 и уже не первый раз в этом матче у нас игроки пытаются вытащить матч со счета 1-7. Отличный сейчас удар от Калашникова 2-7, делает выход на среднюю лузу. Чужой в середину, три шара. Много-много бортовых шаров. Очень сложно будет сейчас Антону разыграть эту позицию. Вот прямо сейчас сложный чужой. Правый нижний точен, точен Антон. Ну, в прекрасной форме сейчас находится Антон Калашников. Я думаю, все это видят. Уверенно сыгрывать шары и близок Антон Калашников к тому, чтобы впервые в своей биографии стать чемпионом Харьковской области. Напоминаю, эта встреча до 10 выигранных партий. И три партии осталось взять Антону. И точен, и сейчас забивает. Пять шаров, четыре ския. Забил сейчас Калашникова. Насколько сложная серия. Насколько сложна эта серия. И в середину промах. И все же останавливается эта серия на четырех шарах. Уголушка шанс. Шанс свой в угол, наверное, есть. Либо все-таки не проходит. Либо все-таки не проходит. Отыгрался Олег, отыгрался Антон. Удачные отыгрыши. И смотрим концовку этой партии. Отыгрыш Олега. И чуть ли не первая в этом матче у нас серия отыгрышей. Уже в одиннадцатой партии. Еще раз вам напоминаю, что это у нас встреча до десяти побед. Беспрецедентный матч. Долгий, длинный. Количество зрителей, я думаю, говорит нам о том, что на правильном пути. Харьковская федерация. Стараемся работать для зрителей, для развития бильярда. Длинные матчи с большим количеством зрителей, я думаю, это то, что сегодня нельзя увидеть ни на чемпионатах Украины, ни на других турнирах. Аплодисменты Олегу. Выигрывает он эту серию. Отыгрышей побеждает в партии 8-5. И счет в матче становится 7-4. Несмотря на то, что перевес достаточно внушительный у Олега, я думаю, все только начинается. Безусловно, что во встрече настолько сильно кладущих игроков. Я думаю, отрыв в три партии может быть сохранен... Э-э-э-э... Отрыв в три партии может быть ликвидирован очень быстро и незаметно. Олег Галушка явно вошел уже в игру. Достаточно долго этот процесс проходил Намного быстрее приспособился к финальному матчу, к финальному столу Антон Калашников сразу выпавил 2-1, потом 4-1 Но пока ближе чем на три партии не удается подойти к Олегу Очередная партия 12-6 разбой Калашникова Первые пять были точны И вот первый промах И вот первый промах активно разбивает Антон И отдает позицию для соперника Пять разбуривает шести, великолепный показатель Учитывая, что особенно у Калашникова пока ноль Ну я думаю сейчас на таких сильных мощных ударах Галушка способен провести всю серию и сыграть восемь ския Позиция этому благоприятствует Благоприятствует Технические проблемы у нас Тем не менее будет вся встреча обязательно В полном объеме Вы сможете посмотреть Матч до 10 побед в финале чемпионата Харьковской области С участием Олега Галушка и Антона Калашникова Идет у нас 12-я партия 7-4 Антон впереди Промах Промах Сейчас уголушка Ну что можно сказать Еще и на лузу становится подставка Ну грубо Грубо ошибся Олег При таком счете Конечно нет у него практически права на ошибку Любая сейчас Любой промах Особенно в такой открытой позиции Уменьшает его шансы И без того не слишком большими Прекрасная позиция достается Антону Начал он с чужого В дальний правый угол Чужой в угол налево Пошевелил пару в центре стола Сделал себе игру на Среднюю лузу налево наиграл Я уже говорил Что это третий В этом году чемпионат Харьковской области Играли мы сначала В комбинированную пирамиду Выиграл Влад Литвинов Из Днепропетровска В финале обыграв президента Харьковской Федерации Константина Сердюка Такой был у нас интересный финал Затем Чемпионом по динамичной пирамиде Стал он Тур Артур Поляков Обыгравший в финале Александра Калына И вот третий чемпионат Запланирован у нас еще четвертый Скорее всего будет он По московской пирамиде По старым правилам И потом будет суперфинал С участием сильнейших игроков В области Но это будет позже Насыщенная ждет осень Харьковских бильярдистов Ну а пока Пока Антон Калашников Опять Шаровский Я уже Очень близок Антон К тому чтобы выиграть Выиграть этот чемпионат Но объективно Лучше он сегодня Выглядит своего соперника Намного серийнее Намного сильнее на разбое Напомню Калашников забил Пять шаров с разбоя Алушка Ни одного У Калашникова Две партийские Я у Олега пока Ни одной Вот ошибка Ошибка Такой звук Всегда похоже Что Кикс На шести шарах Останно прерывается Серия Антона Даже не две А три партийские Я в этом матче Сложил Антон Калашников И ни одной Олег Галушко И вот главная Составляющая Перевеса Антона Который сейчас Составляет Три партии Но Далеко не все ясно Довел бы сейчас Эту серию До победы Я думаю Было бы Шансы были бы Просто великолепные Но после промаха Явного промаха Явная ошибка Олега Галушка Антон снова устала Аплодисменты Антону Это Семь шаров Свояк в угол Налево Наверное Самый простой Выход из этой ситуации Либо чужой В угол Направо Еще проще Еще лучше Еще удобнее Именно его Играет Антон Точно Эта партия Это 8-4 Да Спокойно Методично Наращивает Свой перевес Антон Напомню На перерыв Соперники Ушли при счете 6-3 И уже 8-4 2-1 Во второй половине матча И не удается Не удается Олегу Догнать Внести перелом В этот матч И ни один Ни один раз Не был он впереди В счете Олег Галушка Более того Даже ни разу Не было ничьей Напомню Первые две партии Выиграл Калашников И так и ведет В счете Увеличивая Перевес До двух Потом до трех И вот уже До четырех Партий 8-4 Седьмой разбой Олега Галушка И седьмой раз То же самое Седьмой раз То же самое Биток В короткие борты Далеко от лузы Ну не знаю Просто удивительно Сейчас Одна и та же ошибка Совершенно одинаковые И плохие Разбои Олега И еще Интересный факт За всю игру Галушка Ни разу Не выиграл Двух партий Подряд Двух партий Двух партий Двух партий Двух партий Двух партий Забил И есть Продолжение Я напомню Что у нас встреча До десяти побед Промах Антона Двух партий Двух партий Двух партий Ну вот мы видим Длинный матч Тринадцатая партия Не все Гладко складывается И у Антона Калашникова И в хорошей Открытой позиции Оставил он Промахнулся И передал Атакующие позиции Олегу Двух партий 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 Продолжение следует... 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 Счет в партии 8-5. Олег Галушка сокращает разрыв до трех партий. 8-5. Матч до 10 побед. Последние, кстати, шесть партий. Калашников выигрывает нечетные. Выигрывают четные все партии. На своем разбое, кстати, Олег забирает все нечетные на своем. Несмотря на неудачные разбои. Счет в партии 8-5. Ну что, Калашников и его волшебный разбой в этом матче. 6 из 7. 6 из 7, причем каждый раз Антон играет очень активный разбой. Разносит пирамиду и получает великолепную атакующую позицию. Которую, кстати, не доигрывает. На мой взгляд, при таком разборе. 6-0. С разбой, напоминаю, ведет Антон. Перерез в три партии, это еще и мало. Четче нужно реализовывать полученные позиции. Меньше ошибаться в стандартах. Вот, например, сейчас. Нет, не помогает ему случайный шар. Только два. Только два шара. Многовато. Многовато промахов. Создает себе прекрасные позиции Антон. Но реализация оставляет желать лучшего. Три партийские я. Это не так много, кстати. Если говорить о серьезном уровне, на который должен выходить Антон. С такой игрой, я думаю, у него все шансы есть. Войти в число ведущих украинских игроков. Ну, есть, есть над чем работать, и это очевидно. Ну, а пока задача Антона Калашникова стать чемпионом Харьковской области по свободной пирамиде вполне реально. Хотя сейчас устала Олег Галушка, который проигрывает весь матч, который длится уже два с половиной часа, но очень активно. Очень активно, очень быстро играют. Если учесть, что из этих двух с половиной часов полчаса был перерыв, то есть два часа всего играют. За это время сыграли 13 партий, идет 14-я. 8 минут на партию. Хороший, активный, атакующий матч. Но все-таки хотелось бы видеть поменьше ошибок. Ну, а так игроки демонстрируют, конечно, что высокого они класса, оба. И способны обыграть многих, но вот так ошибаться нельзя. Нельзя вот так ошибаться. Как это сейчас делает Олег Галушка. 2-2. И в очередной раз шансы Ковалашникова стать чемпионом области вырастают практически до неба. По-хорошему, конечно, эту позицию он должен довести до победы. Осталось сыграть 5-шаровский я. Нет, нет особых проблем. Стоит игра на среднюю, стоит игра на обе угловых ближних лузы. Ну, вот непростой шар тянется к нему Антон. Ну, несомнительный, сомнительный был шар. Мне кажется, в этой позиции можно было найти что-то поинтереснее, поудобнее для сыгрывания. И уже были. Были, кстати, у Ковалашникова в этом матче ошибки по анализу позиции. Помним мы, как он выбрал от. Это не так, кстати, у Олега была ошибка. Когда он выбрал отыгрыш на одной паре шаров. Отыгрался, а Ковалашников в ответ забил другую пару. Интересный был очень момент. Встреча продолжается. Чужого в угол 4-3. Ну, очередной момент истины для Олега Галушка. Есть возможность до двух очков сократить отставание. И напомню, что в этом матче Олег ни разу еще не выигрывал две партии подряд. И сейчас у него есть шанс. 13-ю партию он выиграл. И есть возможность выиграть 14-ю. Но до этого еще далековато. Позиция не самая открытая. Здесь нужно еще поработать. Нужно забить пару-тройку непростых шаров. И вот сейчас близко стоящего к борту шара будет играть Олег. Продавливает на сильном ударе. Молодец. Молодец. Но выход этого шара не получается. На борт ложится биток. Догнал в счете. 4-4. И выходит вперед. Средняя луза. 5-4. И выходит. Ну сложные, как я вам уже говорил, в этой позиции несколько сложных шаров придется сыграть Олегу. Много, много промахивается на этом свояке и вообще свояки плохо идут в этой встрече у Галушка, в том числе, наверное, самый главный свояк, который нужно забивать с разбоя. 5-5. Калашников в середину, близко стоящие шары очень сложно. Очень сложно, шар, как и ожидалось, не падает. Устала Олег, Олег Галушка. Есть такое ощущение, что в позиционной игре перевес у Олега, если будет держать вот такие вот позиции сложные в концовках партии, то шансы у него возрастают все-таки вытащить этот матч. Ну вообще где-то удивительно, Калашников, Галушка известен, конечно, всем, как остро атакующий игрок, который забивает все. А сегодня в атаке явный перевес у Калашникова. А в то же время в позиционной игре Олег поувереннее себя чувствует. Через лузу сейчас отыгрался. Я думаю, что Олег должен это понимать, этот расклад. Ну не может не понимать. Очень опытный игрок, все-таки много лет он в бильярде. Я думаю, чувствует сильные и слабые стороны, как себя, так и соперника. Ну вот, а вот этот момент у нас уже с вами был. Когда Галушка отыгрывается от одних шаров, а Калашников забивает другие. Второй раз во встрече неправильная оценка позиции. Выбирает пару и играет ее, не трогая другие шары. А на столе стоят шары, которые можно было сыграть. Но вот сейчас еще Антону повезло, что шар попал в эту пару и замедлил свое движение. Высоко не поднялся. Хотя, наверное, хватит этого угла Олегу, чтобы вырезать шар в лузу. К концу матча у нас поменялся характер игры. Все больше таких напряженных концовок. Галушка точен. Галушка точен. Нет, на середину не удается вытягивать. 6-6. Два шара у короткого борта. Отыгрываться, наверное, нужно на другой паре. Но несмотря на то, что пока матч сложно все-таки назвать особо таким упорным, невероятно. Продолжение следует... Да, ошибся в прошлом ударе явно. Причем ошибся Олег Галушка. Оставил свои АК. Но Антон не забивает. Не забивает Антон и отдает игру. Непростой шар. Шар, который нужно забить. Но все-таки, я думаю, сможет сделать это Олег. Свой угол. Очень важный шар. Короче, пишу в запись. Не трансляция интернета, нет? Нет. Ну, еле тянет вообще. Молодец. Молодец сейчас Олег. Забивает очень сложный шар. 7 шаров. Одну пару шаров. И у нас сейчас хочет сказать пару слов нашим зрителям. Денис Коломеец, которого в интернете, наверное, многие знают под ником Дионис. Постоянный зритель наших трансляций, посетитель сайта Лиги любителей бильярда. Денис, привет. Добрый вечер всем. Как тебе финальная встреча? Хочу сказать, что в финале встречаются очень равные соперники. Видно, что Олег уже немножко форму растерял. А Антон, наоборот, находится, наверное, сейчас в своей лучшей форме. Сейчас, если не ошибаюсь, это его первый финал на чемпионате области. До этого он не был в финале. Ну да, в этом году точно 2 третих места. А до этого года, по-моему, Антон не показывал результатов таких. Вот сейчас Олег, наверное, мог сыграть в своей АК, но уже не первый раз в этом матче. Много промахивается именно на своих шарах, Олег. Могу сказать, что эта партия будет решающая. Если счет станет 9-5, то, наверное, будет все уже понятно. Но если будет 8-6, то, в принципе, еще можно будет засыпиться. Тем более, Олег более опытный. Вот. Для Антона это ответственный момент. Денис, ты вот сам участвовал в этом турнире, да? А как тебе вообще общая организация? А как тебе идея вынести финал на отдельный день, на будни, и провести его до такого количества побед? На счет отдельного финала я не против. Хотя можно было и сделать до 8-ми побед, в принципе. Ну, и часов на 4 поставить, не обязательно на 6. Вот. А так идея хорошая. Можно отдохнуть перед финалом, настроиться, выспаться. Ну, как говорится, финал из финала. Может, надеюсь, в ближайшие годы тебя, может быть, увидим в финале? Как ты смотришь? Надеюсь. В ближайшие годы, может быть. Ну, вот у нас сейчас очень идет упорная борьба. 7-6 Олег ведет. Идут отыгрыши. Ну, вот, похоже, не очень, да, сейчас качественно отыгрыши. Как ты думаешь, можно сыграть? Ну, я не думаю, что стоит сейчас на что-то бросаться. Тем более, при таком счете есть отыгрыши. Ну, Антон, видно, хочет, что, с Вайка играть. Да, похоже, свой в угол направо. Ну, не знаю, по-моему, очень сложный шар. Да, бьет, бьет Антон, близок был. На таком счете можно рисковать? Да, непонятно. Огромные шансы на то, что выйдет все на игру. В принципе, так и получается. Игра есть, сложная, но, мне кажется, Олег способен здесь забить. Тем более, что на этих трех активных шарах, по-моему, отыгрыш еще не придумаешь. Ну, могу сказать, что если у Антона будет 9 партий, то Олег уже вряд ли спасет. Ему нужно делать все, чтобы у Антона не было 9 партий. Да, я сегодня уже не раз говорил, Олег ни разу не выиграл в этом матче 2 партий подряд. То есть, у него шанс впервые еще во встрече взять 2 партии подряд. Заметил, что Олег немножко не отличается. Ну, ответственно, ребята подходят к финалу. Оба очень хотят выиграть. Олег давненько не выигрывал. Был он в свое время абсолютным чемпионом области. Ну, учитывая, что у нас 2 года область не проводилась. В этом году он не выигрывал тоже минимум 3 года. Не выигрывал область и забивает чужой. 8-6, да. В этой встрече еще ничего не решено. Я могу сказать, это точно. И перерыв у нас берет Антон Калашников. Напоминаю, в каждой половине встречи есть перерыв. Пятиминутный у каждого из соперников. 8-6. И такое ощущение, что у нас борьба начинается заново. 5 минут отдых. 5 минут отдых. 5 минут отдых. 6 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 минут отдых. 7 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 минут отдых. 8 минут отдых. 9 минут отдых. 9 минут отдых. 10 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 минут отдых. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok